Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Кривко, компания Тенерифе Престиж. Мы делаем наш небольшой такой маленький репортаж в связи с участившимися слухами по поводу какого-то катастрофического бедствия на острове Тенерифе. Во-первых, хочу вам показать нынешний день. Сегодня у нас вторник, 20 ноября, время 12 часов дня. Посмотрим пляж, температура 26 градусов. Вы сейчас видите Плайо-дель-Дуке, как видите, пляж заполненный, люди купаются. После того, как вы посмотрели данный пейзаж, маленькая информация. Шторм, ненастья, которая так усиленно муссируется в интернете, особенно ролик с Белым домом, на балкон которого накатывается сильная волна и ломает балкон. Он действительно был на острове Тенерифе, на его северной части, в районе города Токаронте. По всей видимости, это единственный такой уникальный экзотический ролик, который смогли заснять те, кто это снимал. Потому что здесь, на юге, как я уже и говорил в своих прошлых репортажах, в принципе, такого не бывает. И нету сезона дождей. Все, что снимается на острове Тенерифе, всегда задавайте себе вопрос, где это снято. На юге такого сняться не могло. Более того, очень многие местные жители южной части острова не понимают сразу и не поняли, где снимался ролик, пока это не указали на местности. Спрашивали, или это на материковой Испании, или в какой другой части. Поэтому слухи о том, что здесь эвакуируют людей, слухи о том, что спасают от бедствия, выселяют и так далее, и тому подобное. Ну, скажем так, мало того, что смешная информация, самое главное, она не имеет под собой никакого основания. Всегда надо проверять четко, где снято, кем снято, как снято и когда снято. И, как я уже говорил, в южной части этого это не касается. Погода, которую вы сейчас видите, была сегодня, вчера, позавчера. Ливень у нас проходил только в субботу. Да, действительно был сильный ливень, прошел ливень и все. Как говорится, попадал дождик, вышло солнышко. В момент этого ливня на северной части, в определенном его месте, произошел вот такой вот шквал. Об этом сразу не все узнали. Мы посчитали в обязательном порядке необходимым снять такой ролик, чтобы донести актуальную ситуацию и правдивую по поводу отдыха на острове Тенерифе, а особенно в его южной части, где отдыхает 90% всех туристов, особенно в эту пору года. Также небольшое дополнение по поводу погоды в городе Пуэрто-де-Ла-Крус. Город Пуэрто-де-Ла-Крус – это северная курортная зона. Насколько вы помните, я говорил, что данный шторм прошел на севере. Он прошел в 30 километрах от курортного города Пуэрто-де-Ла-Крус. Город Пуэрто-де-Ла-Крус никаким образом не коснулся этого климатического явления. Оно проходило на периферийной зоне, в горах, около скал, и вообще мало это кто видел. Город Санта-Крус Северный также это не затронуло. Было затронуто две части, и то на протяжении нескольких часов. Акаронте и город Горочико, в котором и поломало-то всего лишь набережную, сорвало пару заборов на первой линии. Это все, что хотел сказать. Скоро мы попросим нашего представителя гида с Пуэрто-де-Ла-Крус заснять нам ролик актуальный, чтобы вы в этом тоже убедились. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анаиз. Я гид северной части острова, компании Тенриф и Престиж. Сегодня 20 ноября, вторник. У нас стоит прекрасная погода, плюс 23 градуса, как и последние несколько дней, в отличие от того дня, когда прошел ливень. Шторм и фотографии, которые показывает весь интернет о затапливании белого дома и сбитии балкона, было в том месте, о котором узнали впоследствии и то не сразу. А сейчас вы можете посмотреть на наш Пуэрто-де-Ла-Крус. Добрый день, меня зовут Оксана, я гид от Тенериф и Престиж. Хотелось бы показать вам город Гара-Чико. Погода, ничего не случилось у нас, прекрасная погода. То, что вы видели по телевидению и говорили, что затопило полностью северную часть, это неправда. Даже если что-то и было о том, что летели балконы, это было в одном месте. И из-за того, что этот дом стоял очень близко к берегу. Так что не переживайте, приезжайте к нам, мы вас ждем. Такая погода у нас стоит, ну, очень хорошенькая. Добрый день, меня зовут Оксана, я гид от Тенериф и Престиж северной части. Хотелось бы показать вам сегодняшнюю погоду, 20 число ноября 2018 года. Сейчас 2 часа дня, и вот, пожалуйста, посмотрите, что у нас за погода. Не пугайтесь, реально ничего не произошло здесь на Тенерифе. Все спокойно, ждем вас в гости. Продолжение следует...